Продолжение следует... 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 афганец, спецназовец и занимается много лет очень благородным делом. Он отыскивает попавших в плен, погибших, безвестно пропавших, много лет в Умагинстане. Это Михаил Желтаков, вот с едой похож на Жанна Капельникова. Безпредельно, что сердце в круге посадило, на ровную важность. Тяжелое дело, благородное, но тяжелое очень. Но, видишь, бодрый такой хитрый. В общем, эта песня сегодня исполняется 30 лет. Тридцатый, ну, как? Четвертый и последний, самый большой боевой каскад был выведен из Умагинстана. Полошит туда в 101 объект. Значит, потом были Омеги, там еще чего-то, советники, 20-й контракт, прочих, до самого конца, и потом за мной оставался там, до самых талибов, выводил остатки нашего посольства, и урганские семьи спасал, которые нам поверили, и которых мы бросили на него. Но это последний каскадер. Вот, вопреки общему мнению, каскад – это не название команды, это название, так называемых, ну, как у профессиональной чекистской войсковой операции, специальной операции в Умагинстане. Это оперативно-боевые группы, диверсионные разведывания, которые никому не подчинялись, кроме Ташего Комитетского, кроме Антропов, Слен ЦК, ни армии, ни главпуру, никакого, слава тебе, Господи. Вот, и это песня о последнем каскадере. У меня встречался ребят, мы не были на профконцессе здесь сидели, вот, вся боевая группа, не было двоих, те заболели, сегодня не пришли, потому что они разбросали судьбой, они еще служат, кто-то, кто-то нет. Но это песня о последнем каскадере, это последний бойцы диверсионной разведной группы «Каскад», покидая, покинувшим Афганистан в марте, ну, мы покинули там 30 марта и 1 апреля, такой, да, наконец нас дали встретить, мы сидели в Шереметьеве, жали-ка нас пропустят туда, к нам наши машины боевые, всякие, гроз разрузят, там, там, может, что-то пыталось нас получить, ну, нам не хотели денег получить какие-то, а у нас ничего такого не было, все, что было нельзя, у нас было спецгрузии, все, что было нельзя, у нас было спецгрузии, и все-таки эта славная эпопея закончилась, много друзей было и своих, и с Афганг-стороней. У меня много, на, Виктор об этом говорит, ну, все-таки вот миш-мишки, и вот такого, и эта песня, и другим ветеранам, это, ну, сейчас называется «Выпил», а так никак не назывался, но это еще в центре посвящается, но там все равно история Афганистана, вот. вот и все, закончена работа, и идет в среде в Медсхи-Год, каскадер последнего залета, и последний самый каскадер, каскадер четвертого залета, и последний самый каскадер. По Кабульскому аэродрому Он идет, не чувствуя весны, За четыре тысячи версток дома И за двести метров от войны. За четыре тысячи версток дома И за двести метров от войны. Без брони идет, без автомата, Весь багаж, рюкзак, да чемодан, Парень из последнего каскада Покидает мартовский алган. Парень из последнего каскада Покидает мартовский алган. Он почти у трапа оглянется, Остановится и на момент. Отчего-то грустного не бьется И закурит сигарету в кем-то. Отчего-то грустного не бьется И закурит сигарету в кем-то. Может, нет до радости причины, А может, просто до смерти устал, Смотрит он на снежные вершины, Меж которых жертв и воевал, Смотрит он на горные вершины, Средь которых жертв и воевал. И когда, прервав минуту эту, Дружеский махнет ему пилот, Он, щелчком отбросив сигарету, Не спеша поднимется на борт, Он, щелчком отбросив сигарету, Не спеша поднимется на борт, И подрев турбин родного ила, Боевых традиций не забыв, Спорт-механиком по кружке шила, Без закуски выпьет завтрыв, Спорт-механиком по кружке шила, Спорт-механиком по кружке шила, Без закуски выпьет завтрыв, И уже подмирный лёг гул мотора, По дороге к дому и весне, Будет спать и видеть сны, Который никогда не видел в войне. Будет спать и видеть сны, Который никогда не видел в войне. Будет спать и видеть снах у Каскадёра, Техрейты и засады, ПТР дрожащий и горячо, И блокпост, где все его ребята Живы и не ранены еще. И блокпост, где все его ребята Живы и не ранены еще. Будет спать и видеть снах у Каскадёра, Горы, Весь дебухой мерзкий перевал, Не будите, люди, Каскадёра, Он свою войну отвоевал. Не будите, люди, Каскадёра, Он свою войну отвоевал. И пока Ярстакова идет в твою новую песню, Хотел спеть. Ярстакова, Даша. Сейчас найдется такого. Нет там ни крови, ничего. Только без предисловия, Я прям возьму и под. Это действительно поминается мне, Почему-то я ничего не вижу. Вот сидел мой западе, Который лазил, Там чуть-то не слежного паруса получил. Делал старую. Север сразу подогрел, По горам, по всем лазил. Я не лазил, по горам, Я человек земной. И не дыкает море, И горы, и я по земле. Прихожу ногами, На броютер спальшер, В крайнем случае. Напомнится все равно. Песня называется Горь Афгана и горы белого снега. Мы жили в превышении над Кабулом, Было полкилометра, Две спешек по четырнадцать метров, В долине Бадахшанской, Горе Безабади. Но горы и хребты Гиндукуши С вечными снегами Можешь выглядеть И спустя нередистанцию. Нет, ты увидишь все равно. Они подкогтянь С хребет Гиндукуши От океана, От индийской, Туда дальше На Памир уходим. Вот это незабываемое. И чувствуешь себя таким букашком, С автоматом, Кранатом, И такой вот весь крутой, И там специально Подготовленный огорал, Походный, Ну что там, Полный, Как не было. И ваши задачи, Гор, Мои стоят миллионы. И наши задачи, И власть народная, И власть советская, Все дофиг. И понимаешь, Когда сберешь на эту гору, Посможешь в них, И как в том анекдоте, Когда на юге отдыхают, Где-то шестилетний сын и батя, И значит, И сын куличка из бесколепи, А батя все заедут. Пойдем на горы залезем в сторону. Пойдем залезем на горы. Он первый целый день Сынок засыпал, Потом заперлись на площадку, Обзоры встали, Боюсь, Смотри, жену, Сынок, Какая у него красота. Говорит, да, батя, Красивый. Я говорю, Ну, мы сюда залезли. Там то же самое. Я толкую задачу, Мало понимаешь, Чем-то обои дырки затянет, Мед в горных егерей, Чем-то вон-то лезть туда. Ну, а в члене забывается, Все села сядут, Там, блин, с тобой, Пошли. Загывается горы в белом снегу. Формится и даже снится. Я почти позабыл Те бои и походы, Только вот отчего-то Забыть не могу. Как тянулись вокруг К синеве небосвода, Горы в белом снегу, Горы в белом снегу. Как тянулись вокруг К синеве небосвода, Горы в белом снегу, Горы в белом снегу. Мы, короля, Покресе, Как на исповеди к Богу, Не прощая грехов Ни себе, Ни врагу, И глядели на нас Молчаливо и строго, Горы в белом снегу, Горы в белом снегу. И глядели на нас Молчаливо и строго, Горы в белом снегу, Горы в белом снегу. Этот снег, Что веками Лежал на вершинах, Где ни троп, Ни сыскать, Ни проезжих дорог, Ни доступен, Ни танкам, Ни бронемашинам, Только стёртым подошвам Солдатских забор. Ни доступен, Ни танкам, Ни бронемашинам, Только стёртым подошвам Солдатских забор. И тогда запылали Огнём перевалы, Я с моим взрывом Встречала Броня Летников И в жестоких боях Нам земли не хватало В этом море огня Среди вечных снегов. И в жестоких боях Нам земли не хватало В этом море огня Среди вечных снегов. Я немало прошёл По морям и по суше И в чужой стороне На чужом берегу Вспоминал почему-то Хребты Гендукуша, Горы в белом снегу, Горы в белом снегу. Вспоминал почему-то Хребты Гендукуша, Горы в белом снегу, Горы в белом снегу. Горы в небе стоят, Как великое чудо, Словно в пене волна Заверла, На бегу и покуда я жив. Ни за что не запутал Эти горы в снегу, Эти горы в снегу. И пока я живу, Никогда не забуду Эти горы в снегу, Эти горы в снегу. Продолжение следует... Спасибо. Отключаю. Можно? Вот сюда. Время у меня сейчас 12.10. Без пяти. Ну без шести минут. Ладно, будем жить по моим часам, даже если неправильно. Значит, я что, проводим, я заканчиваю дверь, чтобы у нас оставалось еще полчаса на общение. Яска, как ты можешь? Нормально? Это по поводу того, что мы хотим. Вот хочу сейчас спеть единственную песню, не на мои слова. Но мне нравится мелодия, которую я сочинил. Не вадим, если что здесь. На слова Кипринга, Мандолин. После полгода моря на восточной стороне Знаю девушка резьбе вспоминает обо мне И поют ей колокольцы, про чепан, выклить дверь. Возвращайся, чужестральц, возвращайся в Мандолей. Возвращайся в Мандолей, где стоят, как корабли. Вручу все свои заводы кинут. Я говорю, Мандолей, по дорогам Мандолей. Летает, рыбок стаят, и заряка гром приходит Через море их стекая. Возвращайся, потому что я жансы не отвечают Тоже сколько First Man Дую С球. Я говорю, о своем полном worksheur. Возвращайся в Маноле. И, общем-то, с Дж Drive-то очень многое просто на Бибушке жизнь-пassemble. А отш basic Man Дую Сêuарony, вам хочется В�� удача по квартиру. Тут ее поцеловал я, не спросившись никого На дороге в Мондолей. А когда над полем рейса Мертвое солнце славалось мгла, Мне она под звуки баржу песню тихую плела. На плечо клала мне руки и щека в щеке, Тогда мы смотрели, как ныряют И вздымаются суток, а отчетовища в морях На скрипучих якорях. Час, когда кругом молчание и слова Наводят страх на дороге в Мондолей. Это было, не минуло, не вернув опять тех дней, И не ходят англибусы мимо банка в Мондолей. Врач на Лондоне узнал я поговорку моряков, Кто услышал зов с востока, Вечно помнит этот зов. Помнит прятый дух цветов, Шерез пальмовых веснов, Помнит пальмы, помнит солнце, Перезвон колоколицом на дороге в Мондолей. Я устал спевать подушку Облыжник мостовик, Я английский мелкий дождик сей В дрожь костях моих. Устреляю я по стрелу, Сделай дужиной дели, Снепродивные замашки, И румянец грубых лиц, Про любовь они на почве, Но они не нужны мне. Знаю девушку милее, В дальней солнечной стране, На дороге в Мондолей. От сердца, в рай к востоку, Где зверей забудут свет, Где ни заповедей нету, Ни на жизнь запретов нет. Чуть запеет колокольцы, Так хотелось быть и мне, Возле пагоды у моря, На восточной стороне. На дороге в Мондолей, Где стоянка кораблей, Бросишь все свои заботы, Кинув якорь в Мондолей, О, дорога в Мондолей, Где летает рыба стая, И заря, как ром приходит, Через море из Китая. Одна песня про Севастополь, Это не могу распространяться, Это наша лучшая боль, да? Одну песню про Севастополь, Это твоя. Под гражданской тропы, Глубокой зеленой воды, Ещё далеко Севастополь, До нашей последней беды, Ещё и германские тропы, По лыбке не все заросли, Ещё ты стоишь в Севастополь, На краешке русской земли, Ещё и германские тропы, По лыбке не все заросли, Ещё ты стоишь в Севастополь, На краешке русской земли, Когда земли нет Европы, Хлопные льются дождин, Останься за мной в Севастополь, Пожалуйста, не уходи, Пусть слышен отчаянный роп, Листвы на осеннем ветру, Останься в живых, Севастополь, Иначе я тоже умру, Пусть слышен отчаянный роп, Листвы на осеннем ветру, Останься в живых, Севастополь, Иначе я тоже умру, Песня, которая называется Либо песенка капитана из Чечни, Либо купленка из Чечни, Песнять долго не буду, Я думаю, что здесь люди ещё передали Не только арганистанную турниру, Но это такой суперательный образ Советского офицера последних времен. Вот и весь служебный рост На погонах восемь звёзд, А хожу все люди В командирах с водой. Для меня я округа, Бил условного врага, Но с года не чаще Враг был настоящий. Я в Абхазии бывал, В Приднестровье воевал, Я верхом на танке Ездил по таганке. Я стоял на рубеже, Спался в шаре, блин даже, Я копал окопы Посреди Европы. Не давала ордена, Удивлённая страна, Умный мод ворует, А дурак воюет. Я не робот, не слаб, Я отнюдь не против баб, Но с моим окладом Им меня не надо. Но под вечер или в ночь Выпить водочки не прочь, Это тоже дело, Если нет обстрела. В общем, я такой, как вы, Из Тамбова и Москвы, Разве что контужен И никому не нужен. Спасибо. 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 Играет музыка Чуть-чуть иногда, когда я работал в газете, то у нас была такая система, мы считали, что, как ни странно, в любом материале нужно, чтобы немножко автор даже в газете попросказал о себе. Потому что какого хрена кто-то будет слушать или читать человека, которого мы не знаем. Поэтому в двух словах я закончил ракетную академию имени Дзержинского, сейчас она называется Петра Великого. И у нас была казарма, там были официанты, учились и курсанты, мальчики это называемые. Казарма у нас была на Софийской набережной, прямо напротив Кремля. Рядом было английское посольство, сейчас ее в другое место перевели. А там, так, что называют сейчас модным словом, болотная площадь, да? Мы там делали обычно утреннюю зарядку. В форме номер два, я помню, с голым торсом, если чем-то хотелось. Вот, а это раньше называлось «Парк Фирепин». Ну, вот песня такая. В тылу посольства Великобритании, где длинный сквер, скамейки и фонтан, на первые курсантские свидания я приходил прекрасною и пьян. Прис памятника живопису Репину, скамеечка стояла в темноте. Волнительнее, не помню и нелепее свиданий в жизни, чем свидания те. Московская, холодная, халеная, девчонка издевалась надо мной, Чтоб через час прикинуться влюбленную перед казарминною проходной. Ей нравилось, наверное, многолюдие, хмельные голоса со всех сторон. Эй, девочка, с какой ты киностудии? Братан, отдай ее в наш батальон. Не знаю я, с какой ты киностудии? Отдам тебя в соседний батальон. Тогда со страстью, будто в самом дешевле, она приподнималась на носки, Захитывая на мою шинелишку две белых горно-стопелых руки. И прижималась ведра неупругими, и целовала в губы, не стыдясь, Чтобы тюнцы военные с подругами завидовали, видя нашу связь. Я иногда хожу за москворечья, сажусь на ту скамью, когда пуста, И вспоминаю, что ж мне вспомнить нечего, ее перед казармой пустой. И вспоминаю, будто вспомнить нечего, ее перед казармой пустой. Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну еще, тоже историческая песня. Так как я много лет был журналистом и военным журналистом, Потом стал заместителем, правда, по информации, То есть уже вообще по всей стране, так сказать. Поэтому я хочу одну, у меня огромный цикл журналистских песен, Которые стали уже журналистом фольклором. Одну песню спою. АПЛОДИСМЕНТЫ Если даже газета живет один день, Нам хуже мы вообще не живем. Носим галстуки тени, наводя на плите, А в пивнушках баранки жуем. Да солидный народ, да полпреда цыка, Аж министра берем за грудь. А они продолжают валять до рога, Мы ж валяемся, да, дураки. Повалился один, повалился другой, Третий пиво пролил на жилет. Кто-то выпил в посольстве коньяк дорогой, Отравился и взял пистолет. От министра, как в прессе, его не зови, Секретарша с женой не уйдут. А попробуй добиться счастливой любви С гонораром за творческий труд. Только если в газете удачный, Величава заходишь в портком, Если свыше трехсот, так проценты одни, Ты с другими навечно знаком. Отдаешь свои пять, или шесть, или семь, А потом в электричке пустой, Едешь к бывшей жене, хоть без денег совсем, Но доступный и очень простой. Двухэтажная дача и в теннисный корт, Муж-министр с полмелом во рту. Критиканам привет, что голодный, как черт, Покормлю за твою простоту. И сидишь ты за кухонным белым столом, А седровый вкушаешь нектар, Проклиная идейный родительский дом И наследственный творческий дар. Ну, зато ты полпред, ты кассетчик насквозь, На партийном стоишь рубеже, А джина тебе шепчет, возьми эту кость, Мы трезор кормили уже. Вот Юра меня будет ругать, что в очке надевает. А что такое? Что я написал, записал? Не за что, не прочитал. А Юра телефоник, пожалуйста, снимает, Он будет ругать, что тут. Сколько, пожалуйста, есть, Мы вызвали как нас третье. Тоже связано с 345-й полком. Вот когда в Бомиане, это самое, Поколотили там, и погиб Федор Гладков, И потом, значит, прилетела 9-я рота, И я с ней оттуда улетел в Багран, Там, где стоял полк. Там был Слава Жуков, начальник тыла, Там же был еще инфляционный госпиталь. И он видит, что я не в себе, Я действительно не в себе. У меня шок такой. Просто шок, шок. Боялся все страшно. Вот он увидел, все, говорит, Сейчас мы тебе медсестру привезем, И все, значит, из инфекционного госпитала Привезли мне медсестру. Ну, выдали, что-то там, А потом вышло, значит, Явлень что-то там подошел. Она чуть заполкала, говорит, Если бы вы знали, как нас встретили плачут. Я ж не за деньгами, не за чеками Смотрит из-под лоб, лечу ли дыша. Девушка с подкрашенными веками, С чистой обидой малыша. А они по возрасту построили, Говорили вслух про нашу стать. Мы, конечно, не были героями, Но хотели сестрами им стать. Говорит и гладит плечевые, Плечи беспогонные мои. Если бы друг друга полюбили мы, Я бы шел из правды и семьи. Только я люблю другую женщину, А сестра ее, да я продону. С лейтенантом раненым полечено, Без ноги отправленным в цитон. Пьючий в застолье и палаточном, Смит сестрой десантного полка. Моего молчания достаточно, Чтоб она сидела так близко. Если бы вы знали, что за мальчики, Я к ними сквозь плага доползу. Говорит и вытирает пальчиком С пыльных щелк моих свою слезу. Если бы вы знали, как их встретили. У каждого из нас есть, помимо войны, родного полка и все прочее, есть малая родина. Для меня, хотя я сын офицер, у меня, по идее, малой родины нет, Потому что я родился проездом где-то в Белоруссии, Потом Германия, Украина, Ленинград, там, везде там. Но основное, все-таки, это был маленький город Шуя, Такая, Ивановская, Батарейки-Вадик, Потому что там бывало, как я знаю, Песня про Шуя, а, там упоминается Эггер, Это одно из тех многочисленных экологически нечистых предприятий, Которые переводят в русскую провинцию, И которые подкупают потом все власти и все прочее, Лишь бы там дымить и отравлять все, что угодно. А еще, что у нас там в Шуе, в маленьком городе, Был пединститут, а сейчас там университет. А мне уже немало лет, Хоть и судьба порой голубит, Но Шуйский университет Меня уже вскоре же любит, Тогда как он поджарженал. Я тороплюсь вернуться в Шую, Там без меня сведет весна, Весна над городом бушует, Подруг все меньше и друзей, Которых в песнях я пославил. И краеведческий музей Меня в запасники отправил, И на катке, что у моста, Катаюсь я один, как бука, Зачем хожу я в те места, Где поломал судьбу и руку, Всему сквозь срок своя статья. Гуляя с Эгером в предместье, Моя гражданская семья, Газета Шуйские известия, Прости, прощай, моя семья. Газета Шуйские известия, Тогда какого же рожа? Я тороплюсь вернуться в Шую, Там без меня цветет весна, Весна над городом бушует, Там без меня цветет весна, Весна над городом бушует. АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это переводы, Норбежев? Королевский конюшник, да? Да-да-да-да. АПЛОДИСМЕНТЫ Да-да-да. Вы мне забиваете все в программы. Ну, как постоять у королевских конюшников? Можно спеть? У Тетренеться отбежав. Ну, в королевских конюшних это... Это был госпиталь армейский, Высший。 Или как это называют? Ну, потом он стал благополучнее, а вот первый, после первого. Он сейчас в автономологический госпиталь МГБ. Вот, я был недавно там. А вообще-то, вот наша травматологическая операционная, две стола вот так звезды, да? И две бригады. Играет музон. Готов-готов, вырубайте. Так, ему ногу отрезать не будем. В королевских конюшнях метро нет для коня, Медсестра распадушку принесла для меня. Очень трудно, голубки, в коридорах, где сплошь, Ты к обрубкам, к обрубкам полегла, Молодёжь. Вертолётчик без правы, и налётчик без дух, На повязках кровавых ничего, кроме мух, Отыскала местечко в самом дальнем углу, Где писательник навечно задревал на полу. Унесли, деталагра, положи ты меня, И отсюда ни шагу, я спокойней гоня, Ведь от ног до макушки весь я гипсовым стал, Мне не надо подружкой разве что едет стал. Медсестра, медсестричка, что ж ты слёзки бьёшь, Как же ты без привычки здесь в конюшнях живёшь, В королевских конюшнях, в госпитальном чаду, В наркотичном спиртушном одершинном бреду. Если чудо случится, если снова срастусь, Дай свой адрес, сестрица, может быть, пригожусь, Но огонь не воскресный, всё равно хоть часом Проживу на чудес, не поглядев под рисом. В королевских конюшнях метро нет для коня, Медсестра мою душу унесла к меня. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну здесь никого нет слишком толком слуху не будет. Как у меня тоже странно. Ну тоже в записке было вот так, звезду электронной эстрады. Иногда меня спрашивали, а про какую певицу вы написали? Не про какую, но всё-таки думал про Анну Веску. Помните, была такая? Да, да, да. Довольно симпатичная, да. Она выступала в Афганистане. Мало кто знает, что её брат был, Солёс, где-то всякий. Распределять помню. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В чёт 40 lines АПЛОДИСМЕНТЫ Песня называется – РУСССКИЙ СПИЛЬ Русский стиль, в смысле, драки боевых искусств. Вот почему наши русские мужики обычно дерутся пьяными? Потому что если они будут драться трезво, они будут убивать сразу же. Потому что, в принципе, русский удар большого замаха, он нарочит именно убийств. И, кстати, было одно время, когда и американские элитные войска готовили рукоплашный бой по русскому стилю. Когда вот сыновья, дети наших эмигранты вышли из России, встали в пустыне. Набежали супостаты, расшумелись на дворе, А с похмелья трудновато подниматься на заре. Притащили самопалы, друг у друга рвут петель, И палят туда попало, и ругают русский стиль. Дескать, руки, что коряги, Дескать, ноги, что бревно, Дескать, вы на первом шаге Сами рухните в дерьмо. Дескать, пьяницы и воры, Лежебоки и рабы, Для вселенского позора Вы ходите из избы. Я бы еще поспал немного, Я набился бы к воску, Супостатов, слава Богу, Огляделся на веку. Но болит без передыху Их железная утиль. Выхожу, прошу их тихо, Не замайте русский стиль. Дескать, чутые методы Я словесно не хулю. Выметайтесь с огороду, Я еще пойду посплю. А ни домом, ни на рогом По неволе разойдусь И по западу с востоком Русским стилем подопчусь. Супостаты закричали, Навалились на крыльцо, И руками замахали, И огонь суют в лицо, Крутят палки на берег, Железяками свистят, Демонстрируют сноровку, Знать побить меня хотят. Русский стиль не драки ради, Хоть подраться весело. Надоели этим дядей Затемнение нашло, Надоели этим дядей Затемнение нашло. Я рукою, что горяга, Я ногою, что бревно, Самопалы по оврагам Пораскидывай потом. Русский стиль не драки ради, Хоть подраться весело. Надоели этим дядей Затемнение нашло. Хорошо, молодцы, я ему гитару настрою, Хорошо, здорово. Ну вот, я сейчас мало пишу, А когда пишу, то получается какая-то из лишнего велика. Сейчас покажу такой пример из лишнего велика. Я слишком резко завязал, Меня рвал на весь вокзал, И я к дорожному врачу пошел с вопросом. Он путь спасения указал, Хотя всего-то и сказал, Дышите носом, он сказал, Дышите носом. «Россия прячется во мгле, Гнилушки светятся в Кребле, Засыпать устом бы Залить их дихлофосом, Как полегчало бы тогда И не рвало бы от стыда. Дышите носом, господа, Дышите носом. Идем на дорогах никуда, Сажусь в любые поезда, А вдоль пути лежат Вагоны под косом. Все замыкают провода, Симиконечная звезда, Дышите носом, господа, Дышите носом. Все замыкают провода, Симиконечная звезда, Дышите носом, господа, Дышите носом. С ташкентской пересылкой. Одна здесь просьба с ташкентской пересылкой. Второй, как вы что-то вертает, и девушка вам рассказывает, так как попала в дыра. Второй, точно не вспомнил, потому что российский потяжелый. Первый вспомнил, я не смогу спеть, но так как люди все-таки просят, то я не смогу сказать. Это называется «Отгазский гарнизон». Я примерно перечислял некоторые места, в которых проделось бы. Только если вспомнил. Ташкентской пересылкой и последней бутылкой. С ташкентской пересылкой и последней бутылкой. Спасибо. ПЕСНЯ 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 Вы бы отдали, задать и дали Все, что иметь, если бы хоть раз Наших подружек вдруг увидали Те, кто любили в юности нас Наших подружек бы вдруг увидали Те, кто любили в юности нас Будьте, как розы, глазки, как розы Голос, как ветер, там, за рекой Все остальное может быть проза Только уж нынче не пишут такое Все остальное может быть проза Только уж нынче не пишут такое Мы бы забыли, сказки были Мы бы оторвали, взгляд отцаил Мы бы сегодняшних всех разлюбили И послезавтрашних чёрт поберем Перед закатом души крылаты Смотрят на юную жизнь свысока Пусть наша молодость далековата Самые лучшие там облака Пусть наша молодость далековата Самые лучшие там облака А на поле-копе не долго Не коротко и не вспять А что нам терять кроме доля Нам нечего больше терять А что нам терять кроме доля Нам нечего больше терять И пусть на пространстве держает Весь трон наш незримая пяпать, А что нам терять, кроме славы, Нам нечего больше терять. А что нам терять, кроме славы, Нам нечего больше терять. Пилоткие волосы серы, Но вымелась белая прядь, А что нам терять, кроме веры, Нам нечего больше терять. Звезда из некрашенной жести Восходит над нами опять. А что нам терять, кроме чести, Нам нечего больше терять. А что нам терять, кроме чести? Нам нечего больше терять. В короткую песню не верьте, Нам вечная песня подставить. Ведь что ж нам терять, кроме смерти? Нам нечего больше терять. Да что ж нам терять, кроме смерти? Нам нечего больше терять. Спасибо. Уехал в Афганистан и историю. То, что я вам спел эту песню, один очень умный человек, я вам советую покупать его в книжке, где вы видите, Вадим Валерьянович Кожевич. Это наш большой мыслитель. Он пишет историю. Какую книжку не увидите, покупайте. Чтобы понимать, что происходит, надо читать кожного. Это была его любимая песня, когда я пытался его объяснить, что я хотел помнить. А вы, говорит, сами не понимаете, что вы писали. А может, это лучшая песня 20 лет. Давайте на ней закончим. А остальные мне сейчас 3 месяца. А сейчас выйдем и пошли. Спасибо. Спасибо. Спасибо.